На неделе город Сочи вновь стал центром вселенной. На побережье Черного моря по инициативе Владимира Путина прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Как три года назад Олимпийский Сочи бил рекорды, так и молодежный Сочи установил новые планки. На фестиваль приехали порядка 50 тысяч участников из 180 стран мира. В числе делегатов более 150 участников из Якутии. И нашим ребятам было чем удивить своих сверстников со всего мира. Наш корреспондент Айсена Бурнашова посетила площадки фестиваля. В Сочи собрались лучшие представители со всей России из 180 стран мира. В течение дня специально для них на площадках фестиваля проводятся более 40 крупных мероприятий. Основные проходят здесь, в медиа-центре. С первого дня фестиваля работают ежедневные площадки по разным направлениям. В качестве бонуса проходят события дня, выступления определенной страны. Присутствовать на таком всемирном форуме для каждого молодого человека – это почетно и ответственно. Из Якутии на всемирном фестивале молодежи и студентов принимают участие более 250 человек. Конкурс был очень большой. Было много обращений, звонков, всяких оттаз. Тем не менее, мы отобрали самых лучших. Делегаты из Якутии активно посещают все образовательные площадки. Молодежь смело смотрит вперед, поэтому в программе организаторы выделили 14 основных тем, так или иначе, связанных с будущим. Я очень рада, что я попала на этот фестиваль, потому что это намного больше, чем я представляла. Будет время еще пойти по дискуссиям и обязательно подумать и применить это в республике. Многому еще научусь и уже составлю общий план работы своей, как применить и в своей организации молодежной, и в детских организациях. Фестиваль не только позволяет добывать знания, он также помогает и обмениваться опытом. В нашем направлении экология мы разработали проект с ребятами совместно из Финляндии, Ганны, Бенина, Эстонии. По неоднократной переработке отходов, благодаря созданию базы данных отходов. Семь заданий главы республики Сахая-Якутия, это внутри региона, а на российском уровне я предлагаю проект пять заданий президента Российской Федерации. Это марафон для детских объединений, то есть мы предлагаем, чтобы дети сегодня отошли от мероприятийности к более серьезному деятельностному подходу. Также в рамках фестиваля единое детское движение «Стремление Джулур» должны подписать за Байкальским краем соглашение о сотрудничестве. Хэтлайнером фестиваля стал оратор, мотиватор Ник Вуйчич. Лекция известного спикера вызвала настоящий ажиотаж. У входа выстроилась километровая очередь. Неспавшие и голодные ребята ждали по три часа. И все ради встречи со своим кумиром. Пожмите руку вашему соседу с разрешением. Каждый хотел задать свой вопрос и поговорить с Ником. На этой лекции без слез не обошлось. Я хочу играть музыку. Я играю на гитаре, на национальном инструменте. Простите за слезы, пожалуйста. Спасибо вам большое. У меня даже пальцев нет. И когда вы что-то знаете, можете поделиться этим знанием с другими. Даже если вы физически не сможете играть. Один человек, вселяющий надежду миллионам. Ник Вуйчич призывает всех людей использовать свои возможности в полной мере. Завершая лекцию, Ник пожелал всем любить жизнь и побороть собственные страхи. Зал провожал оратора стоя. Я считаю, что Ник это великий человек. Он сказал очень много хорошего и полезного. Рассказал свою историю, свою жизнь. А у меня вот вели в энергии, как говорят, бабочки в животе появились. Организаторы фестиваля не забыли и про культурную часть. Для диалога между нациями еще с первого дня здесь, в медиа-центре, начали работать выставочные залы. Якутияне представили на фестивале широкую выставку. Здесь есть стенд молодежной политики республики и якутские украшения. В центральной части выставки гостей встречает вот такая 3D-фотозона с мамонтом и ленскими столбами. По правую сторону от выставки находятся вот такие живые картины и даже рабочая копия самого большого в мире хамуса. Сейчас более подробно про этот экспонат нам расскажет молодой человек. Если можно найти такого большого человека, на нем можно будет сыграть. В чем его особенность еще? Его благословила наша народная целительница Эйдей Дора. Мы привлекаем в том числе внимание зрителей с помощью исполнения на хамусе. Гостей и участников фестиваля якутяне также знакомят и со спортивной Якутией. На территории Олимпийского стадиона Фишта развернулась площадка масс-рестлинга. Каждый день с утра до вечера здесь проходят презентации, показательные выступления и турниры. Внимание к национальному виду спорта якутян большое. Принять участие могут все желающие. Среди участников также встречаются и профессиональные спортсмены. У нас масс-рестлинг развивается в 2019 году и в 2013 году у нас в федерации масс-рестлинг открыли. В мире я уже посоревновала. В первый раз в 2015 году в Москве, потом я приезжала и в Киргизстане побывала. Еще молодой этот вид спорта в Бразилии только начал развиваться и начал развиваться с юга страны. И мы очень счастливы, потому что приехали издалека из Бразилии. Для молодежи и студентов образование, культура и спорт уже давно являются синонимами успеха. Событие, объединившее лучших представителей мира, продлится до 22 октября. Но уже сейчас по улыбкам на лицах участников можно с уверенностью сказать, что фестиваль удался. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Сочи, Олимпийский парк.